Глава седьмая Ему не вынести таких пыток Но как только Тухокс вошел в приемную Для посетителей Страх и ярость улетучились Он облегченно засмеялся Его ждала Ильмика Хускарли Было заметно, что после их Одновременного прибытия в Истоклу С Ильмикой обращались намного лучше Чем с ним и Обрайаном Вот ужасный дурно пахнущий Замок рыжки С вывалившимися щеками Не осталось и следа Перед ним сидела очаровательная девушка Которая выглядела отдохнувшей И посвежевшей Пшисто-зеленый цвет длинного шелкового платья Приятно оттенял и подчеркивал Красоту ее длинных золотистых волос Она была очень красива Тухокс церемонно нагнулся И поцеловал протянутую руку Ильмики Как вы себя чувствуете? Просила она Уже лучше Она улыбнулась С вами хорошо обращаются? С тех пор, как я здесь Не могу пожаловаться Сказал он Люди в этом заведении предупредительны Но мы все равно в плену Факт остается фактом Она чуть придвинулась к нему И внимательно посмотрела в глаза Я не верю, что вы сумасшедший Он понял, что она пришла сюда Не просто, чтобы нанести визит вежливости Почему вы так решили? Чуть иронично полюбопытствовал он Я просто не могу в это поверить Ответила Ильмика Пытаясь скрыть внутреннее напряжение Она откинулась на спинку широкого кресла И вертела в руках свои белые перчатки Но если вы не сумасшедший То кто же тогда? Если он скажет ей правду То ничего не потеряет Даже если она отправит его в тайную полицию Чтобы посмотреть, не расскажет ли он еще что-нибудь То получит все ту же историю Какими бы ужасными ни были пытки Но все же маловероятно, что девушка сотрудничает с тайной полицией Ильмика была дочерью посла Бладландии В Венгрии на земле один Когда перкунцы вторглись в Панонию Посол с дочерью по предписанию своего правительства Отбыли в Гатинозонию Но в неразберихе оккупации она отстала Позже партизаны провели девушке через линию укрепления врага Нет, думал Тухокс Скорее всего девушка агент своей страны Может быть в Бладландии есть информация О которой здесь ничего не известно Вполне возможно, что Ильмика постарается узнать Не представляют ли пленные какой-нибудь ценности Для тайной полиции Бладландии И нельзя ли их как-нибудь использовать Прежде чем начать свой рассказ Тухокс объяснил ей свою концепцию Двух параллельных вселенных Она без труда ее поняла Но поверила или нет, это уже другой вопрос Все же она позволила ему продолжать Тухокс почувствовался ободренным И на нескольких примерах объяснил Как отличаются их миры друг от друга Потом он вкратце рассказал о двух мировых войнах на Земле-1 И объяснил, какую роль он сам играл в них Он закончил описание налета бомбардировщиков на Пуэште О пролете Гаеваты сквозь врата времени И прыжке с парашютом в изменившуюся реальность Должно быть Пуэште Это тот город, который мы называем Дарос Может быть вам даже повезло Что вы появились именно в тот день Двумя днями позже Дарос был захвачен перкунцами И вы попали бы в руки этих варваров Тухокс пожал плечами Эта война не имеет ко мне никакого отношения И я не могу сказать, какой плен предпочтительнее Я ничего не имею против перкунии Хуже, чем здесь, со мной нигде не обращались Он подошел к большому окну Из которого можно было видеть город Эстоклу По понятиям этой реальности Это был новейший город И он был таким же, как и любой другой западный город Такого расстояния сумасшедший дом Находился более чем в километре от Эстоклы Не было видно, развили индейцы Свою собственную архитектуру или нет Тухоксу трудно было признаться Но он не чувствовал никакой общности с этими людьми Они могли быть иракезами Но это были не те иракезы, которых он знал Их прошлое и настоящее было совсем другим И влияние, которое они оказывали на ход истории Еще больше увеличивало эту разницу Со временем при желании он может и прижился бы Но пройдя через пытки Роджер не испытывал никакого желания жить здесь Впрочем, это государство было обречено на потерю своей самостоятельности Или даже на полное исчезновение Пока он находился в сумасшедшем доме Бои шли на северо-западе В 30-40 километрах от города И если ничего не изменится Эстокл попадет в течение ближайшей недели Наверное, будут уличные бои и город сильно пострадает от разрушений Взглянув в небо, Тухокс увидел три блестящие точки Они приближались Это были воздушные корабли Три серебристые сигары скользили по воздуху А под ними расцветали маленькие черные облачка дыма Они не реагировали на защитный огонь Не причинявший им вреда И двигались точно к цели Над центром города они выстроились в ряд Из них посыпались маленькие черные предметы Через секунды в окнах задрожали стекла Тухокс услышал взрывы бомб и увидел облака дыма Деревянные дома охватило пламя Тухокс услышал, как позади него приоткрылась дверь Обернулся и увидел красивую девушку, просунувшую голову в дверь Это была служанка Эльмики, бладланка из коренного населения Которая после столетнего рабства совсем недавно получила статус Свободных граждан с ограниченными правами В распоряжении Эльмики Хускарля ее предоставило правительство В основном девушка занималась доставкой сообщений из Бладландии в Эстоп Она робко спросила, не стоит ли ее госпоже спуститься в подвал, пока бомбардировка не прекратится Эльмика побледнела, но непринужденно улыбнулась и ответила Что здесь, на окраине города, не так уж и опасно Девушка ушла не сразу И только тогда, когда за ней захопнулась дверь, Эльмика снова заговорила Из чего Тухокс сделал вывод, что она не доверяет своей служанке Возможно, та могла шпилонить в пользу гатинозонии У нашего правительства есть основания считать, что ваш рассказ может оказаться правдой Сказала Эльмика Хускарля приглушенным голосом Им известно о крушении моей машины? Да, но это не все Пиркуния тоже об этом знает Они даже нашли вторую летающую машину и человека, который прилетел на ней Они держат все это в тайне Но у нас свой доступ к информации Тухокс был поражен Все его собственные приключения и звоключения занимали его настолько, что он так ни разу и не вспомнил о немецком истребителе Ведь он так внезапно появился Как раз тогда, когда Гайавата пролетела через врата Конечно, немецкий истребитель должен был тоже попасть в этот мир Вы в опасности Сказала Эльмика Так же, как мы знаем об этом Немцы Пиркунцы знают и о вас Они верят, что вы пришли из другой вселенной Конечно же, пиркунцы хотят использовать знания немцев для создания новейшего сверхоружия и техники И они не хотят, чтобы эти знания получили враги Пиркунии А они попытаются нас купить или уничтожить Продолжил Тухокс Удивительно, что до сих пор они ничего еще не сделали Нам бы чертовски повезло, если бы нас забрали отсюда еще до допроса Последние слова явно задели Эльмику Она недовольно нахмурилась Может быть, пиркунцы колеблются, потому что убеждены в неудаче агентов правительства Гатинозонии Ведь трудно представить, что ваш рассказ не бред сумасшедших Но теперь пиркунцы могут воспользоваться всеобщей неразберихой при захвате города И, возможно, попытаются сделать это сегодня ночью Или даже сейчас, во время бомбардировки Тогда вы тоже в опасности, сказал Тухокс Ваше правительство, должно быть, считает меня очень ценным, если так упорно пытается перетянуть меня на свою сторону Тухокс выглянул из окна и стал наблюдать за воздушными кораблями Теперь их было пять Если пиркунцы хотят убить его и Абрайана, им проще всего разбомбить сумасшедший дом Но воздушные корабли летели в другую сторону Возможно, что пиркунцы попытаются установить с ними контакт или похитить обоих Но ясно одно, жизнь их зависит от того, будут ли они сотрудничать с пиркунцами Похоже, что бладвансы из тех же соображений сделают все, чтобы чужаки не попали живыми в руки врагов Никому мы не нужны, подумал Тухокс Нас только двое, двое против чужого враждебного мира Он улыбнулся Надо быть предельно осторожным и осмотрительным, чтобы не случилось с ним и Абрайаном Другие тоже должны заплатить свою цену Тухокс повернулся и улыбнулся девушке Почему ваше проявительство не информировало правительство Гатинозоний о том, что им известно? Дешние власти могли бы охранять сумасшедший дом или отправить нас в безопасное место? К его удивлению, Эльмика покраснела Очевидно, она не была профессиональным агентом и лгать не умела Скорее всего, правительство использовало ее, потому что она знала Тухокса и Абрайана И могла посещать сумасшедший дом на заканных основаниях Я этого не знаю, сказала девушка Увидев его недоверчивый взгляд, она замялась, покраснела еще больше и вдруг взорвалась Нет, я знаю, я знаю Правительство Гатинозонии не позволит вам уехать Они захотят оставить вас у себя А этого нельзя допустить У Гатинозонии нет времени развивать то, что вы им дадите Почти все силы и средства они тратят в сражениях за свою собственную землю Но они все равно потеряют ее Самое лучшее для вас – исчезнуть отсюда как можно скорее Вас должны перенаправить в Бладландию У нас есть технические знания, материалы и время А Гатинозония долго не продержится В этом я не уверен, сказал Тухокс У них за спиной еще много земли Потеря Эстоква еще не значит, что Гатинозония полностью разбита Он ненадолго задумался и добавил Если я и отправлюсь в Бладландию, то не в качестве пленника Я не могу и не буду работать по принуждению Конечно, конечно, вы получите все льготы Дом, машину, все, что захотите И будете работать как свободный человек Я обещаю вам Это от имени своего правительства Само собой разумеется, мы будем охранять вас, чтобы защитить от возможного нападения Согласен, сказал он Я отправляюсь в Бладландию Вопрос в том, как мы туда попадем Будьте наготове Сказала Эльмика Сегодня в полночь, может быть чуть позже Она поднялась Ваш друг Убрайан, он достаточно здоров, чтобы идти без посторонней помощи? Нет, не совсем Он еще слишком слаб и долго не продержится Сказал Тухокс и тут же нахмурился Бладландские агенты могут оставить Убрайана в сумасшедшем доме или еще хуже Просто убьют Если ваши люди убьют моего друга, я не буду иметь с вами никаких дел Вам придется убить и меня Она, казалось, была потрясена И Тухокс не мог понять То ли действительно Эльмика даже не допускала подобной мысли То ли делала вид Я, я уверена, что мои люди этого не сделают Мы плодландцы, а не дикари Ему вспомнилось выражение ее лица, когда Дзикозис уничтожал раненых пленных Он сказал с насмешкой Тайные агенты все одинаковы И если речь идет о государственной безопасности Где бы и в чем бы ее эти агенты не усмотрели Они пойдут на все, включая и убийства Скажите своим людям, что без Абрайана я никуда не пойду И позаботьтесь о том, чтобы не было никаких глупостей Если не хотите вернуться домой с пустыми руками Как вы смеете говорить со мной таким тоном? Воскликнула Эльмика Лицо ее покраснело И глаза превратились в щелки Вы, вы обычный Говорите прямо Барбар Нискорожденный Там, откуда я пришел Нет ни королей, ни знатий Ни подобных паразитирующих и эксплуататорских классов Конечно, у нас есть свои паразиты и эксплуататоры Но обычно ими не становятся по наследству Все родятся равными По крайней мере, теоретически На практике это менее прекрасно Но все же лучше, чем в этих ваших странах С их закостенелым феодализмом И не забывайте, что я пришел из более развитого Прогрессивного мира, чем ваш Там вы были бы варваркой Невежественной И не совсем чистой дикаркой, а не я Происходите вы из семьи графа Торстейна Гротгара Или нет Мне совершенно все равно Я бы посоветовал вам подумать над этим Лицо девушки исказилось Она повернулась так поспешно, что чуть не упала Когда дверь за ней захлопнулась Тухокс усмехнулся Но через минуту все это ему уже смешным не казалось О'Брайен без отдыха не сможет долго идти Что если он не выдержит? Он возвратился в свою комнату Сержант лежал на кровати, прикрыв рукой лицо Услышав, что Тухокс вернулся, он повернул голову Мне сказали, что к тебе приходила посетительница Эта девушка, Эльмика, почему ты удостоился такой чести? Тухокс шепотом рассказал ему о разговоре О'Брайен тихо присвистнул сквозь зубы Надеюсь, у них есть автомобиль Напряжение быстро доконает меня И как они хотят вывести нас из этой страны? Вероятно, по Черному морю Затем через Дарданелло Но точно я не знаю Тут мне нужны силы, которых у меня нет Разнес О'Брайен Впрочем, мне кое-что пришло в голову Еда здесь неплохая Хотя кухня и странная Но не можешь ли ты поговорить с поваром, чтобы он сварил Настоящий густой картофельный суп с салом И чтобы там было много лука Ммм, тогда мне станет лучше Моя мать Тухокс вздохнул И лицо его стало печальным В ожидательное выражение Исчезав с лица О'Брайена Он простонул Нет, нет, только не говори, что здесь не может быть картофельного супа Тухокс кивнул Картофель пришел из Ант в Южной Америке О'Брайен выргался Что за адский мир? Нет ни табака, ни картофеля Тухокс усмехнулся Ну, ты можешь быть доволен одним Здесь нет сифилиса Но зная твои легкомыслия, могу сказать Ты быстро подцепишь тут трипер Сейчас это меня меньше всего волнует О'Брайен закрыл глаза И тотчас же заснул Тухокс хотел обсудить с ним план на вечер Но это могло и подождать Сон для О'Брайена был важнее Да и что им оставалось сделать? Только ждать Сон для О'Брайена был важнее